Доброго времени суток! И оказывается, достаточно интересная вещь. Оказывается, мы устроены немного не так, как другие. За мои грехи будет отвечать весь еврейский народ. Ну и за мои хорошие, мои хорошие дела тоже пойдут встать в общую, и в мою личную копилку, и в общую, и в копилку всего народа. Много народу. Один человек начинает ковырять у себя под сиденьем, пробивать дно. Ему говорят, что ты делаешь? Мы же сейчас все потонем. Он говорит, чего? Я же, какое ваше дело? Я же под своим сиденьем пробиваю дыр. Да я потону, а не звучит смешно выглядит, но у нас есть коллективное, мы все плывем в одно. Есть такое место в Талмуде, есть встречка, которую часто, вырывая из контекста, используют антисемиты. Она звучала сто с лишним лет назад на знаменитом процессе Бейлиса. Если перевести, то говорит Талмуд, евреи называются человеком, а народы мира не называются человеком. И вот кричат, вот вы, они нас тут за животных считают, за людей не считают. Не надо вырывать из контекста. Во-первых, обратите внимание, не евреи называются людьми, а другие народы, не дай бог, не называются людьми. Нет. Евреи называются человеком, в единственном числе, а другие народы нет. Если посмотреть, о чем в этом месте говорит Талмуд, именно об этой самой коллективной ответственности. Евреи называются человеком, одним человеком. Мы отвечаем друг за друга, у нас есть ответственность, как у одного человека. Мы все как один человек. Другие народы не называются человеком. Действительно, спрос с других народов устроен иначе. Если японец, папуас, норвежец грешит, это его ответственность и неответственность его соседей. Если он делает что-то хорошее, то тоже не идет в общую копию. Нет, конечно, есть общая ситуация, общий уровень народа есть у любого народа. Но конкретные дела конкретного человека, это только его личный счет. У нас это не так. Это одновременно и мой личный счет, и это влияет на счет общего. И это не потому, что мы хорошие или плохие, хотим мы этого, не хотим. Это так. Так устроил Всевышний. В этом отличие, небольшое отличие еврейского народа от других. Сейчас, совсем уже накануне дня суда Роша Шана и дня искупления Йом-Кипура, просто хочется пожелать всем нам и хорошего приговора в день суда, и полного искупления в день искупления, и всем нам вместе, всему народу Израиля, и каждому еврею в отдельности. Бат шалом!